Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Еще не подписчик? Почему бы не подписаться? Представляю вашему вниманию вторую лекцию цикла из двух лекций по теме технологическое оборудование для разделения по разности плотностей. В текущей лекции рассмотрим сепараторы и циклоны. Сепарированием называется процесс разделения неоднородных жидких смесей на фракции различающихся по плотности в поле действия центробежных сил. Коротко расскажу вам об истории создания сепараторов. Как известно всякий механизм, машины, сооружения имеют собственную частоту колебаний, зависящую главным образом от конструктивных размеров и распределения масс. В том случае, если внешняя сила будет воздействовать на сооружение с частотой близкой к частоте собственных колебаний, то возникает явление резонанса. При этом амплитуда колебаний сооружения или его частей возрастает. Усилия в сочленениях и деталях резко увеличиваются и достигают таких размеров, что происходит поломка. В свое время попытка интенсифицировать процесс осаждения в центрифугах путем увеличения частоты вращения барабана были остановлены резонансом. При вращении центрифуги со скоростью близкой к частоте собственных колебаний вала, с закрепленным на нем барабаном, в подшипниках возникали такие напряжения, что избежать поломок не удавалось, даже при коротковременном резонансе. Не привели к успеху и усовершенствованию способов с целью ослабления возникающих усилий. Появился даже специальный термин для обозначения частоты внешнего воздействия, при которой наступал резонанс. Эту частоту стали называть критической. Например, критические обороты, если речь шла о вращающемся механизме. Следует отметить, что не имелось в виду эксплуатировать машины при критических скоростях. Все усилия были направлены на то, чтобы миновать критическое, резонансное состояние, и чтобы рабочая скорость после этого устанавливалась достаточно далеко от критической, на более высокой частоте. Однако достичь этого не удавалось. Чтобы не создавался резонанс, все промышленные центрифуги работают со скоростями значительно более низкими, чем критические. Однако развитие промышленности, появление новых технологических процессов требовали интенсификации способов осаждения. Выход из создавшегося положения был найден в 1878 году шведским инженером Густавом де Лавалем, который предложил сделать опоры вала центрифуги упругими, способными поглотить усилия от повышенных колебаний. При переходе через критические обороты, колебания валов такой, центрифуги гасятся пружинами опор. Центрифуги, работающие на скоростях выше критических, с упругими опорами называются сепараторами. Сепараторы позволили значительно интенсифицировать осаждения. Если фактор разделения обычных центрифуг лежит между пятьюстами и двумя тысячами, то у промышленных сепараторов он доходит до шести тысяч, а у специальных и более. С момента своего появления сепараторы все время совершенствуются. В барабане, работающей центрифуге, заполненной суспензией, происходит передвижение частиц, тяжелых к периферии, легких, вытесняемые тяжелыми в сторону оси барабана. Как тяжелые, так и легкие частицы для того, чтобы достичь своих крайних возможных положений, то есть тяжелым осесть на стенки барабана, а легким перелиться через горловину, должны преодолеть всю толщину суспензии в барабане, непрерывно испытывая сопротивление встречного потока частиц, причем при больших скоростях осаждения. А также в результате отставания скорости вращения жидкости от скорости барабана в суспензии возникают завихрения, препятствующие разделению фракций. Из-за этого значительная часть тяжелых частиц может уйти с легкими, что ухудшает технологические показатели центрифугирования. Вспомните, как было интенсифицировано осаждение частиц в гравитационном отстойнике. Он был разделен на несколько более низких отстойников. Нечто аналогичное сделал в 1888 году инженер Бехтольсгейм, разделив объем барабана на тонкие слои специальными вставками, получившими название альфа-устройств. В барабане со вставками разделение частиц происходит в тонком слое. Путь частиц сократился, резко увеличилась поверхность осаждения, улучшились технологические показатели сепарирования и увеличилась скорость разделения. Для лучшего распределения жидкости во вставках делаются специальные питательные отверстия. Таким образом, главным отличием сепаратора от центрифуги является работа при скоростях выше критических и разделение суспензий в тонком слое, когда частицы для того, чтобы осесть или всплыть, не требуется преодолевать всей толщи суспензии. По мере осуществления этих идей менялась в известной степени и форма барабана. Подбирался наилучший для каждого продукта угол наклона насадок или, как их обычно называют, тарелок. Опытным путем и расчетами определялись наиболее рациональные зазоры между тарелками, совершенствовались способы подачи и отвода продуктов, ходовая часть машин и так далее. Появились сепараторы с промыванием сгущенной фракции непосредственно в барабане. Для чего внутрь барабана через полый вал или специальный штуцер, входящий в барабан через горловину, подается промывная жидкость. Развивались и теория процессов, происходящих в сепараторах, способы технологических расчетов, расчетов на прочность, методы балансирования роторов, технология изготовления сепараторов, качество применяемых материалов и вспомогательных устройств. Современные сепараторы способны разделить суспензию, если разность плотности фаз составляет 1%, а величина частиц 0,07 мкм. Такие возможности сепараторов обусловили широкое использование их для разделения, концентрирования, очистки, осветления, дезодорации и дегазации жидкости в различных отраслях промышленности. Отечественное машиностроение создало большое число типов различных сепараторов. Необходимо также отметить, что теоретические основы сепарирования разработаны советскими учеными Брэмером, Куком, Лукьяновым и других. Здесь важно отметить, что несмотря на то, что в Советском Союзе создавались большое количество оборудования в конструкторских бюро, и вроде бы как это оборудование и называлось отечественным, но довольно большое количество наименований этого оборудования было калькой зарубежного оборудования. Все это копирование, так сказать, зарубежного оборудования началось с работ зарубежных инженеров в 30-е годы, когда происходило становление советской промышленности на основе западных технологий. Более подробно об этом вы можете прочитать в трехтомнике Энтони Саттона. В оригинале эта книга называется Western Technologies and Soviet Economic Development. Западные технологии и становление советской промышленности. Предприятия, выпускающие сепараторы для молочного, крахмального, мясного, винодельческого производства – это Плавский машиностроительный завод Плава, Махачкалинский машиностроительный завод, Московский машиностроительный завод Молния, компания Альфа-Лаваль, Швеция, The Geo Group, США, The Tetra Pak Group. Теоретические положения. Сепарированием называется процесс разделения неоднородных жидких смесей на фракции, различающихся по плотности, в поле действия центробежных сил. Жидкообразные неоднородные пищевые среды представляют собой мутную полидисперсную систему, состоящую из грубых и мелкодисперсных частиц – коллоидных веществ. Для их осветления применяют отстаивание, фильтрование, центрифугирование и сепарирование. Принцип действия сепаратора-разделителя заключается в следующем. Исходная гидрогенная система по центральной трубке попадает в тарелкодержатель, откуда по каналам, образованным отверстиями в тарелках, поднимается вверх комплекта тарелок и растекается между ними. Под действием центробежной силы легкая фракция оседает на верхнюю поверхность ниже лежащей тарелки. По этой поверхности легкая фракция движется к центру барабана. Далее по зазору между кромкой тарелки и тарелкодержателем поднимается вверх барабана и отводится по коммуникациям. Тяжелая фракция в межтарелочном пространстве оттесняется к нижней поверхности тарелки. По этой поверхности фракция движется к периферии тарелки и по зазору между разделительной тарелкой и крышкой барабана поднимается вверх барабана, откуда отводится по специальным коммуникациям. Сущность процесса осветления заключается в следующем. Продукт подвергаемой очистке по центральной трубке поступает в тарелкодержатель, из которого направляется в шламовое пространство между кромками пакета тарелок и крышкой. Затем жидкость поступает в межтарелочные пространства. По зазору между тарелкодержателем и верхними кромками тарелок поднимается вверх и через прорезь выходит из барабана. Процесс очистки начинается в шламовом пространстве и завершается в межтарелочных. Процесс разделения гетерогенных систем осуществляется главным образом в межтарелочном пространстве. При этом траектория частиц дисперсной фазы состоит из двух стадий. Легкая фракция дисперсной фазы движется к оси вращения, рисунок слева, а тяжелая к периферии, рисунок справа. Рассмотрим, что происходит между тарелками сепараторов с поступившей туда суспензией. Под действием центробежного поля более тяжелые на рисунке черные. Ингредиенты суспензии движутся от оси барабана, встречают на своем пути нижнюю поверхность тарелки и по ней сползают к периферийной части барабана, вытесняя более легкую фракцию к центру барабана. Таким образом, между тарелками возникают встречные потоки тяжелой и легкой фракций. Если эти потоки будут турбулентными с завихрениями, перемешиванием фракций, то сепарирование будет ухудшаться или, как говорят, упадет острота сепарирования. А с увеличением турбулентности процесс вообще может прекратиться. Так называемый срыв сепарации. Таким образом, непременным условием сепарирования должна быть ламинарность движения жидкости между тарелками. Как известно, движение жидкости характеризуется критерием Рейнольдса. Причем для данного случая Рейнольдс равен М большое, деленное на πr ν. Где М – расход жидкости через одно межтарелочное пространство в кубометрах в секунду. r – радиус тарелки в метрах. ν – кинематическая вязкость жидкости квадратный метр в секунду. Для сепараторов с расстоянием между тарелками в 1 мм, критическое значение числа Рейнольдса лежит в интервале от 350 до 600. Чтобы обеспечить хорошее сепарирование, поток жидкости в межтарелочном пространстве рассчитывают таким образом, чтобы критерий Рейнольдса не превышал 200. Принимается во внимание, что продукт по пакету тарелок распределяется в некоторой степени неравномерно, и площадь каждой тарелки используется не полностью. Продукт, поступающий в сепаратор, распределяется по пакету тарелок через отверстия в них. Расположение этих отверстий по отношению к оси барабана имеет существенное значение для процесса сепарирования, так как этим определяется рабочая поверхность тарелки. Частица, как тяжелая, так и легкая, попав с общей массой суспензии в барабан, находится там под действием различных сил, что определяет сложный характер движения суспензии. С одной стороны частица участвует во вращательном движении, с другой стороны под действием сил центробежного поля тяжелая частица стремится к периферии барабана. Легкие частицы отжимаются тяжелыми к центру барабана, причем создается поток легких частиц навстречу тяжелым. Этот поток может помешать некоторым тяжелым частицам осесть на поверхность тарелки. Тогда эти частицы будут унесены в легкую фракцию. В заполненном суспензии барабане можно представить себе существование пограничной линии на некотором расстоянии R0 от оси барабана. Частицы, расположившиеся ближе к центру от этой линии, не успеют осесть на тарелки и уйдут в легкую фракцию. Частицы, расположившиеся дальше этой пограничной линии, уйдут в тяжелую фракцию. Место нахождения этой линии для данного сепаратора и продукта может быть приближенно определено по формуле Брэмера. Р0 равно квадратный корень из отношения Фи РБ в квадрате плюс РМ в квадрате на единицу плюс Фи. Где РБ и РМ это наибольший и наименьший радиусы тарелок в метрах. Фи объемное отношение легкой фракции к тяжелой. Меняя расположение отверстий в тарелках относительно пограничной линии, можно влиять на технологические показатели работы сепаратора. Так, если, например, необходимо выделить в тяжелую фракцию как можно больше частиц, то питательные отверстия смещают к периферии. При этом больше тяжелых частиц успеют достичь тарелок и уйти в тяжелую фракцию. Правда, при этом в тяжелую фракцию будет увлечено и больше легких частиц. Очистка тяжелой фракции от легкой ухудшается, но зато очистка легкой фракции от тяжелой будет лучше. Если питательные отверстия сместить к центру барабана, то в легкую фракцию уйдет больше тяжелых частиц. Но тяжелая фракция будет лучше очищена от легких частиц. Угол наклона тарелок к горизонту также влияет на сепарирование и должен подбираться в зависимости от свойств продукта. Классификация сепараторов. Сепараторы могут быть классифицированы по следующим признакам. Технологическое назначение сепараторов, тип сепараторов по конструкции барабана, способ выгрузки осадка, шлама, принцип и характер выгрузки осадка, конструкция устройства для выгрузки осадка, способ подвода исходной гетерогенной системы и отвода продуктов сепарирования, область применения, то есть отрасль промышленности, вид привода сепаратора. По технологическому назначению сепараторы делятся на три основные класса. Первый. Сепараторы-разделители. Применяемые для разделения смеси жидкостей, нерастворимых одна в другой, и для концентрирования суспензий и эмульсий. Второй. Сепараторы-осветлители, предназначенные для выделения твердых частиц из жидкости. Третий. Комбинированные сепараторы, служащие для выполнения двух или более операций переработки жидкой смеси. Комбинированные сепараторы называют универсальными, что подчеркивает их многостороннее назначение. К классу комбинированных относят сепараторы, в которых процесс разделения совмещается с каким-либо другим процессом. Так известны сепараторы-экстракторы, сепараторы-реакторы. К классу сепараторов-осветлителей можно отнести еще две группы. Сепараторы, предназначенные для дальнейшего диспергирования, гомогенизации, дисперсной фазы эмульсий и их очистки от примесей. Эти сепараторы получили название тарификаторы. Иногда их относят к комбинированным. И сепараторы для удаления из жидкостной системы микроорганизмов, скапливаемых в шламовом пространстве вместе с другими механическими примесями. Типы сепараторов по конструкции барабана разделяют на две группы – тарельчатые и камерные. Ротор тарельчатых сепараторов укомплектован пакетом конических вставок – тарелок, которые делят поток обрабатываемой жидкости на параллельные тонкие слои. Ротор камерных сепараторов имеет реберную вставку при одной камере или комплект концентричных цилиндрических вставок, разделяющих его объем на кольцевые камеры. По которым обрабатываемая жидкость протекает последовательно. Существенной особенностью конструкции является способ подвода и отвода продуктов. По этому признаку различают открытые сепараторы. Когда подвод и отвод продуктов осуществляется открытым потоком, то есть когда продукты не изолированы от контакта с воздухом, в полузакрытых сепараторах подвод продукта осуществляется открытым потоком, а отвод фракций – одной или обеих по закрытым напорным трубопроводам. У этих сепараторов продукт также не изолирован от воздуха. В закрытых или герметических сепараторах подвод и отвод продукта происходит под давлением в закрытых трубопроводах, причем продукт изолирован от воздуха. Тарельчатые сепараторы независимо от отрасли их применения и назначения можно подразделять на два основных типа. Первый тип сепараторов имеет тарелки, обеспечивающие подачу жидкости в межтарелочные пространства через отверстия, имеющиеся в самих тарелках. Такие сепараторы очень часто называют сепараторами с центральной подачей жидкости на тарелки. К этому типу относятся и сепараторы, в которых жидкость на вершину тарелок поступает из прорезей в тарелкодержателях. Второй тип сепараторов характеризуется тем, что жидкость в межтарелочные пространства поступает с периферии и движется к центру барабана. Тарелки в этих сепараторах в большинстве своем отверстий не имеют. По способу подвода исходной гетерогенной системы и отвода продуктов сепарирования различают сепараторы трех типов – открытые, полузакрытые и герметические. Саморазгружающиеся сепараторы разделяются на две основные группы – с непрерывным и пульсирующим отводом осадка. В сепараторах с непрерывным отводом осадка последний удаляется вместе с частью жидкой фазы через сопло в виде концентрированной тяжелой фракции. В сепараторах с пульсирующим отводом осадка последний выбрасывается из барабана при перемещении подвижного элемента, открывающего разгрузочные щели на периферии барабана. При полной разгрузке периодически прекращается поступление продукта на сепарирование, разгрузочные щели барабана открываются и все его содержимое, то есть выделенный осадок и жидкая фаза выбрасывается в приемник. В открытых сепараторах подача в ротор жидкой смеси и отвод полученных фракций осуществляется открытым потоком. Процесс сепарирования не изолирован от доступа воздуха. В полузакрытых сепараторах жидкость подается в ротор открытым или закрытым потоком, а отвод одной или обеих жидких фракций происходит под давлением по закрытым трубопроводам. Процесс сепарирования не изолирован от доступа воздуха. Роторы полузакрытого типа отличаются от роторов открытого типа наличием устройства для вывода продуктов сепарирования под давлением. В герметических сепараторах подача в ротор исходной жидкости и отвод жидких фракций происходит под давлением по закрытым трубопроводам. Герметически соединенным с выпускными патрубками. Процесс сепарирования в них изолирован от доступа воздуха. Роторы герметических сепараторов отличаются от роторов открытых и полузакрытых сепараторов конструкции, подводящих и отводящих устройств. По виду привода сепараторы подразделяют на три группы с ручным, комбинированным и электромеханическим приводом. Сепараторы молочных продуктов. Процесс сепарирования молока представляет собой механическое разделение молока на фракции под действием центробежной силы. Сепарирование молока применяют для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко, а также для его очистки от механических и природных кровь, слизь и тому подобное примесей. Кроме этого при сепарировании из сыворотки выделяют белки, получают высокожирные сливки, отделяют микроорганизмы от молока и другое. Под действием центробежной силы молоко разделяется благодаря различиям в плотности фракций. Плотность дисперсной фазы, жир меньше, чем дисперсионной среды, плазма молока. Или плотность дисперсионной среды, плазма молока меньше, чем дисперсной фазы, частицы механических и природных примесей. Сепарирование молока осуществляется в специальных машинах – сепараторах. Сепараторы, предназначенные для разделения молока на обезжиренное молоко и сливки, называют сливкоотделительными сепараторами, а для очистки молока – сепараторами молокоочистительными. Принципиальная схема работы сепараторов изображена на слайде. В соответствии с законом Стокса, скорость выделения жировой фракции из молока находится в прямой зависимости от размеров жировых шариков, плотности плазмы молока, габаритов и частоты вращения барабана, и в обратной пропорциональной зависимости от вязкости молока. С увеличением размеров жировых шариков и плотности плазмы молока ускоряется процесс сепарирования молока и отделения сливок. Чем выше содержание сухих обезжиренных веществ в молоке, тем выше плотность плазмы и цельного молока. Итак, молоко больше плотности будет иметь лучшие условия для сепарирования. Повышение вязкости молока приводит к снижению скорости выделения жировой фракции. Кроме того, значительное влияние на сепарирование молока оказывает кислотность и температура молока. Повышение кислотности молока приводит к изменению коллоидного состояния его белков, что сопровождается иногда выпадением хлопьев. В результате нарастает вязкость, что затрудняет сепарирование. Обычно используют сепарирование молока при 35-45 градусах Цельсия, но иногда применяют высокотемпературный режим сепарирования молока при 60-85 градусах Цельсия. С увеличением температуры сепарирования молока повышается производительность сепаратора и качество обезжиривания. Однако, высокотемпературный режим сепарирования молока имеет ряд недостатков. Увеличение содержания жира в обезжиренном молоке вследствие частичного свертывания альбумина, что препятствует выделению жира. Сильное вспенивание сливок и обезжиренного молока. Рост раздробления жировых шариков. Сепарирование так называемого холодного молока также имеет несколько недостатков. Снижается почти вдвое производительность сепараторов вследствие повышения вязкости и частичной кристаллизации жира. Исходя из соотношения масс сливок и обезжиренного молока, можно найти необходимую жирность сливок. На молочные предприятия молоко поступает с различным содержанием жира и сухого обезжиренного молочного остатка – сому. А в готовом продукте жира и сому должны быть в определенном количестве. В связи с этим необходима нормализация сырья. Вы можете ознакомиться с машинно-аппаратурной схемой линии производства цельного молока и сливок по ссылке в описании к этому ролику. Либо по ссылке в подсказках. В видео лекции по теме машинно-аппаратурная схема линии производства цельного молока и сливок я подробно рассматриваю параметры этой линии. В том числе температурные параметры процесса сепарирования и другие параметры производства молока. Обращайтесь к этой лекции для получения подробной информации. Рассмотрим конструкции сепараторов на примере сепараторов, которые производятся в настоящее время на заводах-изготовителях. Вначале рассмотрим сепараторы производства Плавского машиностроительного завода. Торговая марка Плава. Сепаратор сливкоотделитель G5 Плава 500. Сепаратор сливкоотделителем марки G5 Плава 500 открытого типа. Предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко. Обрат. С одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи. Сепаратор имеет ручную выгрузку осадка. Сепаратор изготавливается в двух исполнениях. Детали барабана из конструкционной стали, покрытые пищевым оловом. Посуда из полипропилена, каплена. Детали барабана и посуда из нержавеющей стали. Увеличенное количество запасных частей. Исполнение 0.1. В комплект поставки входит сепаратор, магнитный пускатель, комплект запасных частей, приспособления и инструмент. Область применения в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности. Технические характеристики сепаратора G5 плава 500 и сепаратора G5 ОСЦП-3, которые мы рассмотрим далее, представлены в таблице на слайде. Сепаратор сливкоотделитель G5 ОСЦП-3. Сепаратор сливкоотделителя марки G5 ОСЦП-3 полузакрытого типа с автоматической, периодической, центробежной, выгрузкой осадка, предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко обратно. С одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации молока. Сепаратор может использоваться как для нормализации, так и для очистки молока. В комплект поставки входит сепаратор, шкаф управления с частотным преобразователем, гидросистема, комплект запасных частей, приспособления и инструмент. Область применения в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности. Еще раз повторю слайд с таблицей, которая показывает технические характеристики сепаратора. На слайде представлены фотографии двух сепараторов молокоочистителей. Слева фотография сепаратора молокоочистителя G5 плава ООО10. Справа G5 плава ООО30. Оба сепаратора являются сепараторами полузакрытого типа с автоматической, периодической, центробежной выгрузкой осадка. И предназначены для очистки молока от механических примесей и молочной слизи. Сепараторы выпускаются с применением упругой муфты с использованием частотного преобразователя. В комплект поставки входят сепаратор, шкаф управления с частотным преобразователем, гидросистема, комплект запасных частей, приспособления и инструмент. Область применения обоих сепараторов в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности. Основное отличие сепаратора марки G5 плава ОО30 является то, что конструкция сепаратора предусматривает обеспечение активного контроля показателей безопасности, частоты вращения, вибрационных и температурных характеристик при помощи соответствующих датчиков. Также сепаратор G5 плава ОО30 обладает более высокой производительностью по сравнению с сепаратором G5 плава ОО10. Производительность в три раза выше. Остальные технические характеристики сепараторов сливкоотделителей G5 плава ООО10 и G5 плава ООО30 представлены в таблице на слайде. Вы можете остановить видео и ознакомиться с техническими характеристиками подробнее. Сепараторы крахмального производства. Сепараторы для разделения крахмалобелковых суспенсий и очистки крахмального молока. Назначение этих сепараторов разделить крахмальное молоко на крахмал и глютен. При наименьшем содержании белка в очищенном крахмале и наименьшем содержании крахмала в глютене. В зависимости от требований к качеству крахмала, эта операция выполняется в 3, 4 или 5 ступеней. Для разделения крахмала и глютена применяются сепараторы двух типоразмеров. PSA4 и PRN. Сепаратор PSA4 открытого типа с непрерывным выводом сгущенной фракции через сопло. Оставные элементы сепаратора. Станина 1 и приводной механизм. Чаша 2, к которой крепятся приемоотводящие сборники. Барабан 3 с тарелкой-держателем 4, пакетом тарелок 5, затяжным кольцом 6, крышкой 7 и верхним стаканом 8, через который выводится легкая фракция. Питающий штуцер 9, крышка 10. Привод барабана осуществляется от фланцевого электродвигателя через центробежную колодочную муфту, горизонтальный вал и винтовую пару. Сепараторы старых выпусков имеют калиноременную передачу от электродвигателя. Детали сепаратора, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из нержавеющих сталей 1Х22Н6Т и Х18Н9Т. Приемные сборники из бронзы БРАЖ9-4. Упругая горловая опора вертикального вала приведена на слайде. Корпус 1 опоры крепится к станине винтами 2. Обойма 3 шарикового подшипника 4 опирается через стаканы 5 на пружины 6, которых 6 штук. Регулирование сжатия пружин производится винтом 7. Детали 8, 9, 10, 11 и 12 входят в системы уплотнения, предотвращающие попадание продукта в подшипник и смазочного масла в продукт. Смазка горлового подшипника производится забрасыванием винтовой шестерней капель масла из картера. Избыток масла удаляется через отверстия в обойме 3 подшипника. Крахмальное молоко через питающий штуцер 9 поступает во внутреннюю полость тарелка держателя и через распределительные отверстия в тарелка держатели и пакете тарелок 5 распределяется по пакету тарелок. Тяжелая фракция, в данном случае крахмал, отбрасывается к периферии барабана и выводится через сопла. Легкая фракция вытесняется к оси барабана и через верхний стакан выводится в приемник. На больших зерноперерабатывающих крахмалопаточных предприятиях применяются сепараторы-разделители модели PRN. Это машина полузакрытого типа с непрерывным выводом тяжелой фракции через сопла. Легкая фракция удаляется по закрытому трубопроводу с помощью неподвижного направляющего аппарата – напорного диска, в котором кинетическая энергия вращающейся жидкости используется для создания гидравлического напора. Основные узлы сепаратора – барабан 1, напорный диск 2, трубка для подачи промывной воды 3, линия ввода исходного продукта 4, линия вывода легкой фракции 5, линия вывода тяжелой фракции 6, веретено 7, станина 8, приводной механизм 9, приемная чаша 10, крышка 11. В отличие от сепаратора PSA4, промывная вода подается здесь не в исходный продукт, а по специальной трубке 3 в нижнюю часть тарелка держателя. Отсюда по изогнутым трубкам вода поступает к соплам, где во время работы сепаратора находится концентрированный продукт. Более легкая промывная вода вытесняется продуктом к центру сепаратора, в результате чего происходит противоточная промывка продукта. Исследования показали, что такая подача промывной воды улучшает промывание крахмала. Вывод легкой фракции с помощью напорного диска под давлением позволяет передать ее на следующую станцию, без промежуточных сборников и насосов. Барабан приводится во вращение от электродвигателя через центробежную муфту и винтовую передачу. Причем малая винтовая шестерня находится в зацеплении с двумя большими, чем вдвое уменьшаются усилия в точках зацепления. Привод типа ПДШ. Кинематическая схема привода сепаратора представлена на слайде. Малая винтовая шестерня не составляет одного целого с валом, как у сепаратора ПСА-4, а опирается на свои подшипники. Вращение валу передается от малой шестерни поводком. Такое исполнение привода называется морским. Его преимущество заключается в том, что вибрация барабана не передается на зацепление шестерен, что увеличивает срок службы последних. На слайде представлена схема морского исполнения узла передачи вращения веретену сепаратора ПРН. Равномерность распределения нагрузки на две большие шестерни обеспечивается постоянным давлением, которое создается в местах зацепления с малой шестерней пружинами, воздействующими на подвижные венцы больших шестерен. Большие шестерни фиксируются на валах затягиванием установочных колец. Смазка трущихся деталей привода осуществляется разбрызгиванием шестернями масла из картера. Для охлаждения в картер вмонтирован змеевик, в который подводится охлаждающая вода. Техническая характеристика сепараторов PSA4 и PRN представлена в таблице на слайде. Вы можете остановить воспроизведение видео и изучить эту таблицу подробнее. Я же отмечу важные моменты. Производительность по исходной суспензии практически в 4-5 раз больше у сепараторов типа PRN, нежели чем у сепараторов PSA4. При этом масса сепаратора PRN с электродвигателем только в 2 раза превышает массу сепаратора PSA4. Машиностроительным заводом плава, расположенным в Тульской области, выпускаются сепараторы G5 PRT, предназначенные для выделения крахмала из рафинированного крахмального молока и освобождения крахмала от белковых примесей. Это сепаратор полузакрытого типа с центробежной непрерывной выгрузкой осадка через втулки сопла. Технические характеристики сепаратора представлены в таблице на слайде. Производительность сепаратора составляет 80 000 кубических дециметров в час. Мощность электродвигателя 28,5 кВт. Температура сепарирования от 25 до 45 градусов Цельсия. Сепараторы для сгущения глютена. К этому типу относятся сепараторы PSA3 и PRP. Сепаратор PSA3 выполнен на базе сепаратора PSA4. Разница заключается в конструкции питательного штуцера, тарелка-держателя, числе тарелок и радиусе расположения отверстий в тарелках. Кроме того, в целях более острой сепарации несколько увеличена частота вращения барабана. В основном, включая и барабан, конструкция сепаратора аналогична сепаратору PSA4. В целях максимально возможного сгущения глютена предусматривается рециркуляция сгущенного продукта с возвратом сгущенной фракции в барабан. Для осуществления рециркуляции питательный штуцер имеет центральную трубку, по которой подается в специальную полость тарелка-держателя, а затем к периферии барабана уже сгущенный глютен. Для уменьшения содержания взвешенных веществ в легком сходе питательные отверстия в тарелках отнесены дальше, от нейтральной линии, чем в тарелках крахмальных сепараторов. Сепаратор большей производительности для сгущения глютена выполнен на базе модели PRN и конструктивно не отличается от него. Разница заключается в числе тарелок, зазорах между ними, радиусе расположения отверстий в тарелках, некоторых особенностей питательного штуцера, обусловленных разным технологическим назначением сепараторов. Барабан сепаратора PRP приведен на слайде. Чтобы продукт в пакете тарелок распределялся равномерно, межтарелочные зазоры верхних тарелок у сепараторов PSA3 и PRP сделаны больше, чем у нижних. Как уже указывалось, для улучшения сгущения часть уже сгущенного глютена возвращается в сепараторы, повышая таким образом концентрацию исходной суспензии. Важнейшим элементом системы рециркуляции глютена является пеногасящий насос. Так как в сепараторах PSA3 и PRP продукт не изолирован от воздуха, во время сепарации он насыщается воздушными пузырьками, возникает пенение, которое крайне отрицательно сказывается на результатах сепарирования, особенно при сгущении глютена. Все глютеновые сепараторы комплектуются пеногасящим насосом той или иной конструкции. Сгущенный глютен из сепаратора поступает в бачок насоса 1 и засасывается крыльчаткой 15 в камеру насоса 16. При вращении крыльчатки происходит разделение продукта, причем более тяжелая фракция отбрасывается к периферии и выводится из насоса частично в сепаратор, а частично на дальнейшую обработку. Легкая фракция, воздушные пузырьки, сосредотачивается ближе к валу и через кольцевую щель в диафрагме 13 попадает во вторую камеру насоса, где крыльчатка 5 создает некоторое разрежение. Здесь пузырьки лопаются в воздух и некоторая часть суспензии выбрасывается в питательный бачок. Технологические показатели работы сепараторов при сгущении глютена характеризуются следующими данными, представленными в таблице на слайде. Приведенные показатели могут быть получены только при условии работы с пеногасящими насосами. Все сепараторы, как крахмальные, так и глютеновые, имеют тахометры, которые позволяют контролировать частоту вращения, время набора оборотов после пуска, а также время потребное для полной остановки барабана после выключения электродвигателя, так называемый выбег. Эти данные необходимы для определения состояния ходовой части сепаратора. Так, ненормально, долгое время набора оборотов говорит о плохой работе муфты сцепления. Слишком короткий выбег указывает на повышенное трение в подшипниках и так далее. Нормальная продолжительность набора оборотов и выбега указана в паспортах машин. На слайде представлена фотография сепаратора-разделителя G5PRP. Производство Плавского машиностроительного завода Плава. Он предназначен для сгущения кукурузного глютена. Тип сепаратора – разделитель полузакрытого типа с центробежной непрерывной выгрузкой осадка через втулки сопла. Гидроциклоны. Гидроциклон – это аппарат цилиндроконической формы, в котором разделение суспензии происходит под действием сил центробежного поля, как и в центрифугах и сепараторах. В отличие от последних, центробежное поле создается в гидроциклоне не вращением самого аппарата, а вращательным движением суспензии в неподвижном корпусе гидроциклона. Схематическое изображение гидроциклона и происходящего в нем процесса разделения суспензии представлено на слайде. Гидроциклоны с изменяющейся угловой скоростью по спирали выводятся через нижнее сопло В. Легкая фракция и мелкие частицы вытесняются к центру аппарата и также по спиральной траектории, но направленной вверх, выводятся через сопло В. Таким образом, в гидроциклоне имеются два потока продукта. Вниз тяжелая фракция 1, вверх легкая 3. Между этими потоками существует нейтральная зона 2, в которой и происходит разделение суспензии и обмен частицами между указанными потоками. В результате завихрений между потоками часть тяжелых частиц уходит в легкую фракцию, а легких – в тяжелую. По некоторым данным, гидроциклоны способны классифицировать частицы размером от 5 мкм. В центральной части гидроциклона в результате вращения жидкости образуется зона пониженного давления. В том случае, если в гидроциклон вместе с продуктом или через сопло может засасываться воздух, в этой зоне пониженного давления от нижнего до верхнего сопла образуется воздушный столб 4, незаполненный жидкостью. Как это можно наблюдать при вытекании жидкости из какого-либо сосуда через отверстие внизу. Вытекая, жидкость постепенно начинает вращаться в районе отверстия. По центру вращения образуется воронка. В гидроциклоне, кроме воздуха, засасываемого через сопло из самой суспензии к центру, в зону пониженного давления устремляются пузырьки воздуха, которыми жидкость обогатилась при перекачивании насосами, сетовании, сепарации или других технологических процессах. Гидроциклоны могут быть использованы для сгущения суспензии, разделения тяжелых и легких компонентов, фракционирования и осветления. Простота конструкции, отсутствие движущихся частей, многочисленность процессов, в которых они могут быть применены, обусловили широкое распространение гидроциклонов в различных отраслях промышленного производства. Гидроциклоны применяются в горно-рудной промышленности для обогащения рудных и нерудных ископаемых, химической, пищевой и других отраслях промышленности. В производстве крахмала гидроциклоны впервые были применены в 1948 году в Голландии, после чего началось широкое внедрение их в этой отрасли производства. На изготовлении гидроциклонов для различных целей, в том числе и для применения в крахмалопаточной промышленности, за рубежом специализировалась американо-голландская фирма Dor Oliver. Гидроциклонами этой фирмы оборудованы многие крахмальные заводы, как в Америке, так и в Европе. Исследования в области применения гидроциклонов в крахмалопаточной промышленности начали регулярно проводиться во ВНИИ крахмалопродуктов, село Красково, Люберецкий район Московской области с 1954 года. В результате этих исследований создан ряд гидроциклонных установок для различных процессов крахмального производства. И гидроциклоны стали широко применяться как на картофеле, так и на кукурузоперерабатывающих заводах. Теоретические вопросы применения и конструирования гидроциклонов для крахмалопаточного производства были изучены сотрудниками ВНИИ к Куручицким и Шипуновой. Конструирование отечественных гидроциклонных установок выполнялось Куручицким и Холмянским. В крахмальном производстве гидроциклоны применяются для выделения кукурузного зародыша, где они практически полностью вытеснили корытные зародыши-отделители. Для размывания картофельного крахмала взамен размывных чанов. Для промывания кукурузного крахмала в комбинации с сепараторами и для выделения камней и песка из полупродуктов производства. Конструкция гидроциклонов В зависимости от назначения гидроциклоны различаются размерами и конструкцией. Для разделения суспензии ингредиенты, которые мало различаются по плотности, а частицы малы по размерам требуются большие центробежные силы. Центробежная сила зависит от скорости вращения. В свою очередь скорость вращения суспензии зависит от давления на входе в гидроциклон, а при данном давлении от диаметра гидроциклона. Диаметр цилиндрической части гидроциклона для крахмальных суспензий может быть определён по формуле предложенной Куручицким в метрах. Формула представлена на слайде. Расчёты и практические исследования показали, что для обработки кукуруза крахмального молока необходимо применять гидроциклоны диаметром 8-12 мм, картофеля крахмального 14-30 мм, для выделения кукурузного зародыша камней и песка от 100 до 500 мм. Возможности гидроциклонов, как и всех аппаратов, в которых разделение происходит в центробежном поле, можно оценивать по фактору разделения. Поскольку, однако, характер процесса в гидроциклоне сильно отличается от процессов в центрифугах и сепараторах, сравнивать гидроциклоны по фактору разделения с другими центробежными машинами следует с большой осторожностью. Если, например, гидроциклон и сепаратор имеют одинаковые факторы разделения, то это далеко не значит, что их показатели при работе на одном и том же продукте будут идентичными. Сравнение по фактору разделения в данном случае будет носить приближенный, ориентировочный характер. Сравнивать же между собой гидроциклоны, особенно близкие по конструкции и размерам, вполне допустимо. Представим, например, сравнение гидроциклонов с диаметром цилиндрической части 20 и 10 мм. Как показывают измерения и расчеты, скорость входа продукта в цилиндрическую часть гидроциклона около 16 м в секунду. По формуле, представленной на слайде, определим факторы разделения для внутренней поверхности цилиндрической части, предварительно пересчитав значение диаметров в значение радиуса. Эти цифры достаточно наглядно показывают, почему именно для обработки кукурузок рахмального молока необходимо применить гидроциклоны небольших диаметров. Существенное значение для работы гидроциклона имеет угол конусности α. Обычно α выбирается от 10 до 15 градусов. При уменьшении угла конусности длина гидроциклона увеличивается. Увеличивается и время воздействия центробежных сил на суспензию, что приводит к улучшению показателей разделения и осветления. Высота цилиндрической части гидроциклона H принимается в пределах 0,5 – 1 диаметр. Опытным путем было установлено, что оптимальным отношением эквивалентного диаметра выходного сопла к D является 0,18. Эквивалентный диаметр – это диаметр круга равна великого по площади данной фигуры. Входное отверстие из конструктивных соображений обычно делается круглой формы, хотя некоторые исследования указывают на преимущество прямоугольной формы. Поступающая в полость гидроциклона суспензия в некоторой степени воздействует на восходящий поток легкой фракции, снижая эффект разделения. С целью уменьшить это отрицательное воздействие, Курочицкий предложил не просто тангенциальный ввод, а тангенциально-спиральный по лемнискате. Испытания показали некоторое преимущество такой конструкции входного канала. Многочисленными опытами установлено, что часть верхнего сопла А, входящая в полость гидроциклона, должна приниматься в пределах 0,5-0,8D. Но при этом нижний срез сопла не должен опускаться ниже цилиндрической части. Каждый гидроциклон является объемным аппаратом. При данных размерах гидроциклона и его сопел, параметры его работы на данной суспензии будут зависеть только от количества подаваемой суспензии. Отклонение от оптимальной подачи ведет к ухудшению технологических показателей. Подача регулируется давлением на входе. Циклон для выделения зародыша. Наибольшее распространение получил гидроциклон модели ГЗ-4. Гидроциклон состоит из опорной конструкции 1, входной улитки 2, камеры верхнего схода 3 с патрубком для выхода верхнего схода 4, насадки верхнего схода 5, конической части 6, насадки нижнего схода 7 и воронки для отвода нижнего схода 8. Кашка после грубого дробления подается насосом в гидроциклон. Тяжелые частицы кукурузы уходят в нижний сход, зародыш и пелева, верхняя часть оболочек зерна, как более легкие компоненты, уходят в верхний сход. Техническая характеристика гидроциклона ГЗ-4 представлена на слайде. При данных геометрических размерах и сечении сопел гидроциклон будет работать в оптимальном режиме только при определенной подаче. Предположим, что нам пришлось уменьшить подачу. Поскольку сечения выходящих насадок не изменились, в тяжелую фракцию уйдет относительно больше продукта, а вверх меньше. При этом вниз уйдет больше изородыша, снизится его выход, а следовательно и выход масла. Ухудшатся показатели работы других станций завода, так как в продукте будет повышенное содержание жира. Под станциями завода имеются в виду следующие операции – сетование, сгущение глютена, фильтрация сиропов. В связи с этим на входе продуктов в гидроциклон и выходе из него не ставится запорная арматура. Производительность станции зародыша отделения регулируется числом работающих гидроциклонов. Причем желательно, чтобы это регулирование осуществлялось автоматически, например, по наполнению сборника перед гидроциклонами. Уровень продуктов сборники повысился до некоторой величины, включается дополнительный гидроциклон. Уровень снизился, один из работающих гидроциклонов отключается. При такой системе регулирования гидроциклоны всегда будут работать в наилучшем заранее установленном режиме. Гидроциклоны ГЗ-4 обычно комплектуются центробежными насосами типа СОТЗО с электродвигателем на 1450 оборотов в минуту или аналогичными центробежными насосами. Корпус гидроциклона выполняется литым из чугуна или сварным из нержавеющей стали. Трубопроводы гидроциклонной установки монтируются таким образом, чтобы на выходах как легкой, так и тяжелой фракций не создавалось ни противодавление, ни разрежение. В связи с этим обе фракции желательно сбрасывать сразу после выходных патрубков вниз, через воронки. В случае если воронки нежелательны, к отводящим трубам делаются атмосферные трубки. Гидроциклоны для выделения песка Для выделения песка применяются гидроциклоны типа ГП-100 и ГП-300, различающиеся диаметром цилиндрической части и соответственно другими размерами и производительностью. Схема пескового гидроциклона типа ГП-300 представлена на слайде. Отличительными особенностями пескового гидроциклона является малый угол конусности и соответственно большая длина конуса, а также гидравлический запор нижней насадки, создаваемый подачей воды под некоторым давлением в камеру 1. Ток воды вверх препятствует проходу крахмала в нижний сход, но пропускает более тяжелый песок. Камера 1 периодически опорожняется для удаления набравшегося песка в сборник 2. Техническая характеристика гидроциклонов для выделения песка представлена в таблице на слайде. Гидроциклоны для промывания картофельного крахмала Размывка картофельного крахмала для удаления остатков соковой воды и мелкой мезги осуществляется в несколько ступеней 3-4. Схема трехступенчатой промывной установки представлена на слайде. Исходное крахмальное молоко после сит-рафинации насосом 1 подается на гидроциклон первой ступени. Густой сход с первой ступени насосом 2 подается на вторую ступень. Густой сход второй ступени насосом 3 подается на третью ступень. Густой сход, который является уже окончательно очищенным продуктом. Навстречу этому потоку крахмала подается промывная вода, которая вводится в систему перед насосом 3 ступени. Верхний сход третьей ступени подается на вторую ступень. Таким образом осуществляется противоточная промывка крахмала. Верхние сходы первой и второй ступеней поступают в сборник 5. И оттуда насосом 4 подаются на так называемые боковые гидроциклоны 4 и 5 ступеней. Назначение боковых гидроциклонов состоит в улавливании и возвращении в производство крахмала, ушедшего с верхними сходами первой и второй ступеней. Через гидроциклоны 4 и 5 ступени продукт прокачивается одним насосом 4. На первой, второй и третьей ступенях применяются гидроциклоны диаметром 20 мм. На четвертой и пятой ступенях диаметром 14 мм. Поскольку производительность гидроциклонов диаметром 20 и 14 мм относительно очень мала, около половины кубометров в час. Они комплектуются в одном корпусе мультициклоне, в таком числе, которое обеспечивает нужную производительность. На слайде приведены мультициклоны для станций SG3M и SG4. Гидроциклоны, за малые размеры их называют микроциклонами или элементами, в мультициклонах имеют общие напорные камеры, через которые подается суспензия камеры тяжелой и легкой фракции. Существенным отличием мультициклона SG4 от других типов является оригинальное устройство пакета элементов, очень удобное в эксплуатации. Вы посмотрели вторую лекцию из цикла лекций, посвященных технологическому оборудованию для разделения по разности плотностей. Первую лекцию, если вы ее еще не видели, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или нажав на вот эту плашку. Спасибо вам за внимание, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!